Большому каменному двухпрестольному храму Покрова Пресвятой Богородицы в селе Малая Хамутерь через два года исполнится 200 лет. Он был построен в 1823 году на месте старой сгоревшей церкви. Это село раньше называлось Покровское, но в начале прошлого столетия было переименовано. Тогда же и храм новой советской властью был закрыт. Старожилы вспоминают рассказы своих родителей, как из этого храма в 20-х годах вывезли пять грузовиков икон и церковные утвари. Ценности распродали и растащили, а иконы сожгли в котельной Барышевского райисполкома. И лишь малую часть спасли местные жители. Вот конкретно какую икону удалось спасти или святыню, это точно неизвестно. Собирали иконы по домам, кто отдавал, кто откликался, а кто-то и до сих пор их держит в своих домах. Изнутри старинный храм великолепен. В нем настоящая живая акустика. Такого звукового эффекта в церквях могли добиться только древние зодчие. Сейчас эта технология практически утеряна. По ходу Божественной Литургии Владыка Филарет наградил настоятеля храма Ирея Дмитрия Смирнова в связи с окончанием духовной семинарии архиерейской наградой «Правом ношения на перстного креста». История праздника относит нас в 910 год от Рождества Христова. Тогда, по одной из версий, Константинополь был осажден язычниками. Во время службы во Влахернской церкви защитником города явилась Богоматерь. И знак того, что дает им свою защиту, покрыла их своей ризой. После этого омофор погрузили в прибрежные воды. И поднявшаяся в ту же минуту буря разметала ладьи осаждающих. Увиденное в Константинополе чудо потрясло нападающих. И вскоре они попросили их крестить. Так, по одной из версий, православие впервые пришло и на Русь. А чудо явления Пресвятой Богородицы стало пониматься как знак покровительства Девы Марии всем молящимся и прибегающим к ее заступничеству. Будем всегда обращаться к Царице Небесной, которая невидимо предстоит в церкви, как и сейчас тоже здесь она с нами. Слушает наше пение, слушает наши сердца, видит наши мысли. Вот. И умоляет Христа Бога всех нас покрыть своим своими мунофорами. И просит Господу благодать и милость и жизнь для всех посвященных. Проси Христа всех вас праздник. После 70-летнего простоя в 1989 году старинное здание Покровского храма вернули церкви. Тогда же тут и началось восстановление. Идет оно постоянно на протяжении уже 30 лет. Благо, что малых ему терцам удалось сберечь свою церковь от полного разрушения. Дмитрий Гурин, ведя студию Барышевской епархии специально для Умправда ТВ.